Продолжение следует... И напишите, если есть проблемы. Отлично, хорошо. Да, со связью все в порядке, мы начинаем. Ну, я хочу представить, немножко рассказать о себе сначала. Я являюсь руководителем магистрской программы «Маркетинг». Меня зовут Ветрова Татьяна Владимировна. Надеюсь увидеть вас в числе наших студентов. Я могу сказать про себя, что я пришла в науку и в школу экономики из практики. Я практикующий маркетолог с 15-летним стажем. И до сих пор занимаюсь развитием нескольких проектов. Поэтому я сочетаю себе и академическую деятельность, и являюсь практиком. То, что касается программы, давайте посмотрим сначала вводную информацию. И вы можете задавать вопросы по мере поступления. Мы будем прерываться, потому что логически лучше это делать таким образом. Когда они у вас возникают, тогда пусть и поступают. И в конце, возможно, еще какие-то дополнительные вопросы не по презентации. Я хотела бы еще уточнить. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы представляете высшую школу экономики. И двоечку, если вы представляете другие вузы. Отлично. У нас пока что лидируют другие вузы. Извышки. Да, один человек. Да. Так. Очень хорошо. Скажите, теперь давайте посмотрим региональное распределение. Кто из вас из Москвы, кто представляет регионы. Мне тоже это интересно. Поставьте, пожалуйста, регионы единичку и Москва, область, двоечку. Так, регионы по большей части. Спасибо. Понятно, более-менее. Да, благодарю вас. Еще мне интересно знать, кто был на нашем Дне открытых дверей. И поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы присутствовали и уже получали какую-то информацию. Кто из вас был 14 числа на Дне открытых дверей? Так. Поняла, Александра. Хорошо, спасибо. Возможно, вам какая-то информация покажется знакомой. Ну, по крайней мере, здесь будет больше информации, гораздо, чем было на Дне открытых дверей, потому что были все программы, и вы сможете более подробно узнать о нашей специфике. Итак, кого мы ждем на нашу программу? Конечно, проще будет ребятам с профильным образованием. Это маркетинг, менеджмент, экономика. Эти специальности чувствуют себя более уверенно на нашей программе, потому что бэкграунд подходящий для программы маркетинг. Сразу скажу, что это менеджериальный профиль, и, собственно, маркетинг – это направление, программа в культете менеджмента, и называется менеджмент. Поэтому основы менеджмента, основы маркетинга у вас должны быть в своей базе. Мы принимаем студентов как в высшей школе экономики, так и студентов из других вузов. Могу сразу сказать, что сейчас распределение даже не в пользу лыжки, потому что у студентов принято обмениваться, собственно говоря, своим опытом и переходить из одного университета в другой, получая то, что они получили баклавриат в своем вузе. И поэтому сейчас распределение, если это раньше было все-таки около 70% было студентов лыжки, то сейчас это не совсем так. У нас много абитуриентов из регионов, иностранцев, и у нас студенты из других вузов представлены очень обширно. То, что касается, сразу предвосхищаю вопрос, да, у нас есть возможность у вас поступать на нашу программу, если вы заканчивали ни профиль, ни баклавриат. У нас очень много студентов разных специальностей, есть самые разные студенты, даже есть биологи, есть лингвисты, психологи, юристы, конечно же тоже, социологов очень много. Но в этом случае, если у вас нет нужных дисциплин для выравнивания, вам придется проходить адаптационные дисциплины, так называемые. Я чуть попозже о них расскажу. И вам нужно будет выровнять свой уровень для того, чтобы мы начали эффективно трудиться по нашей программе. Уже несколько лет у нас 35 бюджетных мест. Сейчас увеличилось количество платных мест. Раньше это было 5 мест, потом 10, сейчас 15. Но, пожалуй, это все, что мы можем принять, потому что традиционно у нас не больше 2 групп, по 30 человек. И среди этих мест есть иностранцы, есть квотные места. Вот здесь ошибка, здесь не 6 квотных мест, а в этом году у нас 7 квотных мест. Но сильно не меняется от этого картинка, поэтому пойдем дальше. А, ну конкурс, да, извините, я пропустила. Вот конкурсы достаточно высокие у нас. Это традиционно такая популярная программа. У нас очень много заявок, у нас достаточно большой конкурс в магистратуру, около 5 человек на место. В этом году все будет иначе. Возможно, будет конкурс еще больше, потому что мы переходим на конкурс в портфолио. И этому делим сегодня с вами внимание тоже, потому что это важно. Для нас это новый опыт абсолютно. Мы знаем, по каким критериям мы хотим принимать абитуриентов, но мы не знаем, какой поток абитуриентов будет. И нам никто, в общем-то, не может спрогнозировать, как это будет происходить. И могу сразу сказать, что, конечно же, проще собирать документы в портфолио, чем реально, ну, в общем-то, готовиться к экзаменам. И поэтому ожидается, что конкурс будет гораздо выше. То, что касается нашего понимания маркетинга, ну, конечно, если вы будете спрашивать, возможно, и студенты, которые сегодня присутствуют и будут с вами общаться. Я представлю наших студентов. У нас есть студентка второго курса, которая расскажет про свой опыт. Есть студент первый курс, который я представлю, тоже расскажет про свой опыт обучения и поступления. И могу сказать, что маркетинг для всех это вообще по-разному. В общем-то, у нас нет такого единого понимания и определения. Но в любом случае на нашей программе это представлено следующим образом. У нас достаточно сейчас весомая, как бы, весомую часть занимают курсы, связанные с потребительским поведением. Есть курс по нейромаркетингу, который является курсом сейчас по выбору и читается на первом курсе магистратуры. Есть диджитал маркетинг и все, что касается цифры и социальных медиа. Есть такой блок, который называется «Управление отношений с клиентами». Это и соответствующая дисциплина на английском языке – «Customer Relationship Management». И достаточно такой объемный блок методов исследования, работы с данными. И сейчас у нас стартует первый раз курс, который называется «Применение искусственного интеллекта в маркетинге». Он будет читаться на втором курсе магистратуры. И, собственно говоря, это новая дисциплина. Но она очень раскребована, и сейчас это такой, скажем, мастхэв нашего времени, поэтому мы включаем эту дисциплину в программу. Могу сразу сказать, что мы постоянно адаптируем наши дисциплины под требования времени и под запросы наших партнеров, работодателей, которые очень активно присутствуют в жизни нашей программы в качестве гостевых спикеров с лекциями, с мастер-классами. В общем-то, они чаще всего спровождают проектную деятельность и, конечно же, тоже зачастую диктуют свои требования как представители рынка. Есть блок, связанный с брендингом и бренд-менеджментом в нашей программе, и есть различные многочисленные междисциплинарные аспекты маркетинга. Достаточно много дисциплин, которые на стыке психологии, социологии и маркетинга, IT-маркетинга, в общем-то, много междисциплинарных таких моментов, которые, в общем-то, являются тоже очень, отражают реальные времени, являются очень актуальными. Давайте сейчас прервемся, есть ли какие-то вопросы по этой части, я, может быть, оперативно отвечу. Если нет, давайте пойдем дальше. Структура программы. У нас есть обязательные адаптационные курсы. В этом году, кроме эконометрики и стратегического менеджмента, включен еще и маркетинг, онлайн-курс, который вы должны будете пройти для того, чтобы, в общем-то, быть принятыми на программу, начать обучение. Обязательные курсы представлены такими дисциплинами, как маркетинговые стратегии, маркетинг-менеджмент, экономические основания маркетинговых решений, диджитал-маркетинг и кастом-релэйшншип-менеджмент. Есть множество курсов по выбору, их порядка, непорядка, их 14. Вам нужно будет выбрать два из 14, и, по сути, они в том числе будут определять вашу персональную учебную траекторию, потому что вы можете набирать курсы согласно вашим интересам. У вас у всех разные цели поступления на программу, разные задачи по, собственно говоря, ее прохождению, и поэтому вы можете выстроить свою персональную траекторию, свой индивидуальный учебный план, сформировать для того, чтобы, собственно, приблизиться к своим целям максимально полным. Сразу поступил вопрос, я буду озвучивать. Василина спрашивает. Все адаптационные курсы представляют из себя онлайн-курсы. Да, это так. Это онлайн-курсы. В этом году это именно так. Как закрывать адаптационный курс? С прохождением теста онлайн. Ну, в общем-то, по-разному. И сейчас это я прям с точностью не могу сказать, как будет в этом году, потому что у нас присоединилась дисциплина маркетинг. Она онлайн будет проходиться. И какие измерительные контрольно-измерительные материалы будут предоставлены, не могу сказать. Поэтому, в общем-то, в любом случае будут оцениваться. Иногда это очный экзамен, иногда это тест онлайн. Но в любом случае замер знаний будет производиться, осуществляться. И есть такой блок дисциплин, который связан с научными методами работы с данными. Как раз здесь методы научных исследований и маркетингов. Есть такая дисциплина, достаточно подробно изучающая методы, которые могут пригодиться для работы в сфере менеджмента маркетинга, работы с данными. И, собственно говоря, курсы, о которых я уже сказала, применение искусственного интеллекта в маркетинге, где есть и дейта, где есть возможность работать в популярной сейчас artificial intelligence сфере и, собственно говоря, смотреть именно маркетинговые кейсы. Еще поступили вопросы. А если эти дисциплины были в программе бакалавриата, то тоже необходимо проходить эти курсы. Если вы представляете Высшую школу экономики, то эти дисциплины будут засчитаны. Если этих дисциплин не было, вам, собственно говоря, придется проходить эти курсы. Более подробно сейчас тоже меняется процедура. Можно будет уточнить в учебном офисе, как именно в этом году будет проходить работа по адаптационным дисциплинам. Точнее, к сожалению, не смогу сказать. Адаптационный курс маркетинга – это курс на открытой… Да, это верно. Это платформа открытого образования. Не маркетинг менеджмент от ВШЭ, а курс маркетинга, который читают преподаватели нашей программы. То есть там два курса. Действительно маркетинг менеджмент, и это курс маркетинга, который мы рекомендуем в качестве адаптационного. Еще один вопрос. Здравствуйте. Когда будет предоставлен доступ к онлайн-курсам? Сразу после процедуры зачисления? Этот вопрос тоже, в общем-то, в учебный офис, потому что процедура немножко отличается. Скорее всего, после зачисления у вас будет возможность доступа, вернее, начинать обучение по этим дисциплинам. Давайте сделаем таким образом. Вы можете написать письмо мне или по тем контактам учебного офиса, которые я предоставлю в конце нашей презентации, и вам оперативно, собственно говоря, я переадресую это в учебный офис, вам оперативно в любом случае ответить. Давайте пойдем дальше. У нас достаточно активно практикуется на программе практическое взаимодействие с представителями бизнеса и так называемая проектная деятельность. Проектная деятельность представлена в рабочем учебном плане сразу двумя дисциплинами, скажем так, строками. Это проекты непосредственно и проектная деятельность. Как это происходит? Представители бизнеса, действующие компании рынка ставят реальные бизнес-задачи маркетингового профиля, и вы в течение достаточно продолжительного времени, около 4,5 месяцев, в рабочих группах, которые создаются специально из числа студентов, выполняете эти проекты. Это достаточно полезная и интересная такая деятельность. Мы, как представители, преподаватели, как представители университета, сопровождают этот процесс со своей стороны. В аудиториях представители бизнеса сопровождают со своей стороны. Вы едете к заказчику проекта, вы реально с ними обсуждаете реальные задачи. И, по сути, это моделирует ситуацию реального взаимодействия, бизнес-взаимодействия. Это очень полезно. Более того, были случаи, когда студенты получают предложение о работе по завершении таких проектов. Потому что это продолжительное взаимодействие, очень тесное, и компания может оценить вас как студента, то есть и вашу группу, и вас лично, ваш потенциал, посмотреть, как вы взаимодействуете, как вы коммуницируете, насколько вы можете быть полезны для того или иного бизнеса. Могу сразу сказать, что это крупные, очень интересные компании, поэтому в любом случае, если вы планируете быть на программе, то отнеситесь серьезно к этому виду активности. Это как интересно, так и очень бывает полезно. То, что касается еще проектного взаимодействия, ну, во-первых, есть большое количество бизнес-кейсов в наших дисциплинах. Вот про проектную деятельность я сказала. Есть научно-исследовательская практика, которую вы проходите по... В общем-то, если вы работаете в этой области, и вы пишете по той теме, по которой работаете, то вы проходите у себя в организации, научно-исследовательскую практику. А в случае, если нет, то, соответственно, мы договариваемся, да, то есть или вы сами, либо мы вам помогаем найти место прохождения практики. Достаточно объемную часть обучения на втором курсе занимает подготовка диссертации. Так как у нас на научно-исследовательский университет, высшая школа экономики, национальный исследовательский университет, то, в общем-то, достаточно большое внимание уделяется именно научной работе. И поэтому нужно быть готовым к этому. То есть прикладных аспектов очень много, очень много практической работы. Но научные проекты, они тоже присутствуют. И вам нужно будет погружаться в материал, вам нужно будет изучать научные статьи. Почему? Вот меня часто спрашивают, почему нужен английский язык? Потому что вся литература, научная вся абсолютно, она английском языке, ну, то есть такая, в общем-то, передовая, скажем так. Есть русскоязычные источники, с которыми вам не представят труда ознакомиться. Но большинство литературы, конечно же, вам придется читать на английском языке. Поэтому и проверяется английский язык в рамках экзамена. Мы будем говорить про структуру портфолио, но сразу здесь оговорюсь, что обязательным является прохождение экзамена по английскому языку или предоставление сертификатов по IELTS, да, сертификаты все вывешены на сайте в разделе по траектории поступления. Вы можете, я боюсь исказить информацию, вы можете посмотреть все актуальные сертификаты, которые действуют на настоящий момент, и предоставить их, и они, в общем-то, освобождают вас от сдачи экзамена по английскому языку. Но это, я повторюсь, является обязательным условием. Давайте пойдем дальше. Так сложилось, что на кафедре присутствуют научные подразделения, кафедры, есть две кафедры, кафедры стратегического маркетинга и маркетинга фирмы, но, собственно говоря, вот это вот разделение, оно вот с каждым годом нивелируется, потому что область научных интересов очень плотно у преподавателей разных кафедр пересекается, и, ну, по сути, в общем-то, здесь вот уже очень условно можно это деление оставить, но так как в структуре пока есть эти единицы, я вам об этом сообщаю. Ну, по сути, вы выбираете преподавателя, который привязан к той или иной кафедре. Вот преподаватели, которые у нас читают на программе, достаточно известные специалисты в своей области, ординарный профессор Лея Липсиц Игоря Владимировича, это дисциплина «Экономические основания маркетинговых решений». Вы с ним можете быть познакомы уже по как раз курсу на открытой платформе онлайн-образования «Маркетинг-менеджмент». Если нет, то я вам очень рекомендую пройти этот курс, и в любом случае это будет не лишним, если у вас нет профильного образования. И, в общем-то, достаточно много у нас практиков. И это, конечно же, не все преподаватели на слайде, потому что невозможно разместить 24 человека на одном слайде, представить всех. Есть молодые исследователи, есть кандидаты, PhD-кандидаты, которые сейчас пишут и защищают свою работу сразу в двух университетах. Это Высшая школа экономики и зарубежные вузы. Поэтому мы гордимся своим преподавательским составом. И теми курсами, которые предоставляют наши преподаватели. Что касается еще пары слов, у нас есть руководитель направления этого, Манин Александр Владимирович. Он является, в прошлом он занимал ведущие должности и являлся директором по маркетинговой компании «Билайн МТС». И сейчас является управляющим директором консалтинговой компании. Поэтому это практика с очень большим опытом работы. Поэтому проектную деятельность возглавляет именно Александр Владимирович. И что ли дает, давайте еще раз проговорим, для студентов. То есть это возможность, во-первых, познакомиться с различными компаниями-работодателями, то есть с реальными их представителями, с реальными задачами, с которыми сталкиваются компании на рынке, и, в общем-то, включиться в их работу. Это, конечно же, изучение, собственно, особенностей и спецификов компании, так и рынков, на которых они работают. Это возможность, как я уже сказала, развивать практические знания, умения. Это шанс получить джоп-офер по окончании проекта. Это возможность получить, в общем-то, себе в портфолио, да, соответствующий сертификат или запросить рекомендательное письмо. Компании обычно охотно идут на это, и у нас такая форма активно практикуется. Ну, это вот лишь несколько компаний, с которыми работаем, гораздо больше. И в этом году нет утвержденного списка компаний, которые точно будут, но это будут крупные компании. Возможно, Mail.ru в этом году тоже будет. L'Oreal, вот, определил свое участие. Остальные еще в процессе согласования, но это все крупные, большие бренды. Следующий слайд. Ну, вот, в общем-то, достаточно активно мы включены, и все более активно будем включаться в программу международной мобильности, так называемая. Есть программа двойных дипломов, и сейчас это представлено двумя очень известными группными университетами. Это Lancaster University. Это программа двойных дипломов с крупной международной бизнес-школой, и у нас достаточно большое количество студентов уезжают обучаться за рубеж. Если у вас есть такое желание, могу сразу предупредить, что вам необходимо заявить о своем намерении сразу после поступления. То есть еще летом вам нужно будет этим озадачиться, потому что достаточно большой объем документов нужно собирать, подавать заявки, и поэтому это делается сильно заранее. То есть если нет возможности раньше приехать, то нужно об этом сообщить, и в сентябре активно заниматься большую часть первого года, в том числе и заполнением бумаг. И есть программы краткосрочные, так называемая программа студенческой мобильности, когда вы едете на учебный семестр, в партнерский вуз, и здесь огромное количество вузов, они точно не поместятся все на одну программу, на один слайд. Есть общеуниверситетские программы мобильности, и большое количество университетов там представлены, есть наши факультетские программы мобильности. И, собственно говоря, есть из чего выбрать, и очень большое количество студентов, порядка 40%, пользуются такой возможностью. Что касается его сейчас, у нас вообще такой тренд на интернационализацию, мы проходим аккредитацию ИПОС, и надеюсь, что успешно ее пройдем. И, собственно говоря, еще больше будет возможностей международной мобильности у нашего университета. И, собственно говоря, есть сейчас одна из задач, в высшей школе экономики, стать одной из крупнейших бизнес-школ в мире. И я уверена, что у нас все получится. У нас снова проректоры и декан факультета. Я думаю, что все вектора обозначены. Мы сейчас будем стремиться к новым целям. И в том числе один из важных критериев – это интернационализация. Поэтому английский обязательно. В любом случае список будет актуализироваться и расширяться. И каждый год это происходит. И нужно обязательно уточнять в учебном офисе, какие новые возможности появляются у нашей программы. Так, давайте вопросы сделаем. Хотел бы уточнить направление бакалавриата реклама и связи с общественностью. У США считается непрофильным? Ну, в общем, считается достаточно профильным. Надо посмотреть, какие у вас сейчас есть дисциплины. В любом случае, то, что было в прошлом году, это профильный бакалавриат. И у вас достаточно много дисциплин, которые мы берем в отчет. Поэтому надо смотреть ваш вкладыш с оценками. И, собственно говоря, напишите, пожалуйста, почему индивидуально мы рассмотрим этот вопрос. Мы гордимся по своим выпускниками. И у нас очень есть такая преемственность. Наши студенты чаще всего остаются с нами и появляются в аудиториях в новом качестве. Мы гордимся их успехами, и отслеживаем с удовольствием их достижения и приглашаем в аудиторию в качестве гостевых лекторов, практиков. И вышкинцы вообще, какие фанаты, очень часто сами обращаются и предлагают себя в таком качестве. И, конечно же, мы с радостью видим как партнеров уже наших студентов. Ну, это совсем небольшой перечень выпускников и компаний, которые они представляют. И, конечно, это крупные зарубежные компании, это российские компании. Могу сказать, что представители, выпускники наши очень востребованы на рынке труда. И по согласному мониторингу выпускников, большинство из них уже обучаясь в школе экономики уже работают. И я могу это с уверенностью сказать по нашим студентам, которые очень многие и приходят уже трудоустроенные и в процессе обучаются, делают свою карьеру. Сразу нужно оговориться, вести предосхищение ваши вопросы. Да, был как раз вопрос своевременный про совмещение учебы и работы. У нас формально дневная магистратура. Но большинство обязательных курсов у нас стоит вечером. И в любом случае фокус у вас должен быть на учебу. По крайней мере, первый курс 100%. Вот ребята расскажут про загруженность, которая есть на студенты, потому что достаточно плотно вообще у вас и стоят дисциплины, и дедлайны по этим дисциплинам, и, соответственно, экзамены. Поэтому требуется очень большое вовлечение. То есть нужно будет в любом случае и настроиться на учебу, и отпрашиваться тогда, когда вам это потребуется. И я думаю, что очень честно будет предупредить работодателя о том, что вы обучаетесь. В любом случае могу сказать, что те, кто поступают и не работают в процессе, приобретают место работы, и некоторые умудряют взяла даже такую интересную, хорошую карьеру. И поэтому, то, что касается выпускников, 97% работают по окончании, или сразу после окончания, или трудоустраиваются во время обучения. Вот как раз мониторинг, который я упоминала, мониторинг выпускников, здесь некоторые цифры. Вот 68% это данные прошлого года, я думаю, сейчас это гораздо больше. То есть во время обучения в магистратуре 68% отвечая на вопрос Виктории, 68% работали полный рабочий день, неполный рабочий день работали 20% и не работали 12% студентов. Практически всегда 60% применяют те знания и навыки, которые получены во время обучения, 24% скорее применяют, чем не применяют, и, соответственно, достаточно востребованы знания, которые получили студенты на нашей программе. Давайте посмотрим еще направление деятельности. Ну, конечно же, как и ожидается, это маркетинг по большей части, маркетинг, бренд-менеджмент, проектная деятельность, исследования, очень обширно представлены. Некоторые работают в области образования науки, чуть меньше процентов, там, по-моему, около 5% это продажи, нет, 11% продажи и аудит-консалтинг и управление, это по 5%. Ну, большинство работает в области маркетинга, это очень востребованное сейчас направление, и так как мы его постоянно актуализируем, наши курсы, дисциплины, то выпускники востребованы на рынке труда. Зависает все время, ничего не понятно, будет ли запись вебинара. Да, Виктория, запись вебинара будет. Давайте проверим еще раз связь, а есть ли еще, кроме Виктории, у кого-то проблемы со связью, хорошо ли мне слышно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично. У большинства все хорошо, Виктория, попробуйте перезагрузить или посмотрите в записи вебинара у нас будет. Обещаю запись вебинара, поэтому посмотрим. Давайте я попробую ответить на ваши вопросы, прежде чем приглашу выпускников. Пока готовьте вопросы, пишите, я расскажу еще, а я, в принципе, уже сказала про преимущества основной программы. Мы спрашивали ребят, что вообще является главным преимуществом программы студентов, такой небольшой опрос. Ну и, собственно говоря, многие сказали, что это востребованность на рынке труда, это нетворкинг, и это очень такой важный момент, потому что ребята продолжают общаться, продолжают некоторые вместе работать, сотрудничать, в том числе и с университетом, и это очень здорово, что университет является такой семьей. Есть люди, которые с вышкой не могут расстаться, и после бакалавриата поступают в магистратуру, дальше в аспирантуру, и остаются с нами вот уже в другом качестве аудитории, в качестве преподавателей, и это очень здорово. Практической ориентации я сказала, мы постоянно актуализируем, адаптируем наши курсы, дисциплины, и в рабочих учебных планах постоянно появляются новые актуальные дисциплины, о которых мы уже сказали. А совсем в прошлом году, позапрошлом появился диджитор-маркетинг, и в прошлом году нейромаркетинг, в этом году еще будет дополнительная дисциплина новая, применение искусственного интеллекта в маркетинге, я об этом уже упомянула. Давайте, да, Виктория активно интересуется про совмещение работы и учебы, давайте я еще повторюсь, потому что, да, об этом были слайды, слайд, вернее, один, вот как раз это специально для вас, Виктория, занятость следующая, это 68% совмещают работу и учебу, полный рабочий день, соответственно, люди работают, и при этом умудряются учиться. То есть все возможно, было бы желание, но нужно понимать, что нагрузка очень большая, особенно на первом курсе обучения. В чем преимущество вашей программы в сравнении с программой маркетинговой коммуникации и рекламой в современном бизнесе? Мы немножко по-разному позиционируемся, у нас более такая, скажем, общего профиля программа, у нас больше разноплановых курсов, марком это все-таки, больше про коммуникации, каналы коммуникации, работы в области коммуникации, и они придерживают своей специализации, и у них программа вся выстроена под работу именно в этой сфере. Когда поступление, когда нужно подавать документы? Вся актуальная информация размещена на сайте, а с 20 июня, если не ошибаюсь, подаются документы, до конца июля, и, собственно, дальше мы рассматриваем ваши документы по портфолио. И этот важный момент, который мы сейчас должны будем с вами обсудить. Сейчас поговорим с вами про конкурс портфолио и его критерии, составляющие важные, потому что, повторюсь, в этом году у нас не экзамен, у нас конкурс портфолио в первый раз. Давайте задать еще на вопрос Ольги. Сделать выбор предметов курсов необходимо до 1 сентября? Нет, вам дается определенное время в сентябре для того, чтобы определиться с наполнением и построением индивидуальной траектории, со своими индивидуальными учебными планами. У вас будет время в рамках учебного процесса для того, чтобы посмотреть на преподавателей, которые будут презентовать свои курсы, пообщаться с ними, сделать свой выбор более осознанно, не только по программной дисциплине. Давайте перейдем к самой ответственной части. Да, английский язык, обязательно к сдаче. Да, обязательно. Если у вас нет сертификата, актуальные сертификаты, я уже сказала, вы можете зайти на сайт программы, выбрать пункт меню, который называется «Траектория поступления», и там вы увидите актуальный, актуализированный в текущий момент сертификаты, которые освобождают вас от сдачи экзамена по английскому языку. Во всех остальных случаях он сдается. Не могу сказать, что он является очень сложным. Можно спросить будет у наших студентов, которые сейчас в студии и скоро присоединятся. Еще вопросы. Про общежитие тоже интересует. Немножко уже попробую, сейчас сверху пропустила про общежитие. Повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. И в любом случае, госкурсы на Доргомиловской засчитываются. Не понимаю, про что вопрос. Если это про культир-довозовской подготовки, да, это учитывается как критерий в портфолио, и есть подготовительное отделение по нашему профилю, по программе менеджмент, которая, конечно же, будет учитываться. На вопрос про общежитие или повторите, пожалуйста, я не могу найти сейчас. Но в любом случае, я думаю, что ребята помогут ответить на этот вопрос. или обратитесь в учебный офис, потому что они оперативно отвечают на вопросы. Я не владею всей информацией, точно предоставляется общежитие, где именно будет общежитие предоставлено. Сложно сказать. Студенты, наверное, вот сейчас вам помогут. Ваш вопрос оставьте для них. Или учебный офис, который оперативно отвечает на подобные вопросы. Так. Где живут? Да, у нас разные общежития, общежития и, соответственно, разные. Даже студенты одного курса могут, если я правильно понимаю, жить в разных общежитиях. По поводу льгот, которые дают Олимпиады, не у ЛШ, и я профессионал. Победители, собственно, получают приоритетное право поступления. У нас есть победители первой степени, второй степени, которые в этом году получили право поступления к нам в магистратуру в Москву. Это первый раз, когда победители второй степени тоже имеют такую возможность. И лауреаты, по-моему, называются третьей степени, имеют приоритетное право поступления в региональный кампус вышки. Все, что касается остального, или в этом случае мы как раз это продумали, или дополнительные баллы для портфолио. То есть будет учитываться ваш опыт Олимпиадный, и если вы номинант третьей степени, соответственно, у вас будут дополнительные баллы. Сейчас очень сложно сказать, какие, потому что не очень понятно, какое будет количество заявок. Это будет на месте решаться. Еще раз повторюсь, что это первый опыт у нас работы в рамках конкурса портфолио. И мы с волнением к этому скоро приступим. В любом случае, никто не понимает, какой будет конкурс, сколько будет подано заявок. Повторюсь, у нас 35 бюджетных мест. Это сохраняет, и даже с учетом Олимпиады, и с учетом раннего поступления, остается возможность поступить к нам на бюджет. Так, бронзовый медалист, я профессионал. Управление декламы и связи с общественностью. Как учитывается? Будет учитываться с меньшим количеством баллов, но в каком-то виде это будет учтено, потому что мы предпочитаем брать людей с профильной Олимпиадой маркетинг в данном случае, и, собственно говоря, будут выше баллы у бронзовых, скажем так, лауреатов в третьей степени программы маркетинга. Статус рекомендован к зачислению на бюджетное место комиссии по отбору иностранных граждан. Не может быть оспорен? Нет, это не может, это отдельный конкурс. В общем-то, есть конкурс портфолио общий, есть отдельная история для иностранцев. Могу еще сказать, что портфолио значительно отличается, и в этом году мы не выравнивали и не унифицировали эти два направления, и поэтому, если вы зачислены на бюджетное место как иностранец, вы уже не можете быть отчислены. То есть в любом случае, поздравляю, вы уже на программе. По критериям портфолио наибольшие весы имеют дисциплины на бакалавриате. Как они соотносятся с направлением маркетинга? Не очень приняла вопрос. Дисциплины на бакалавриате. Смотрите, получается, те профильные, как мы считаем, дисциплины, мы смотрим, конечно, оценки, баллы за эти дисциплины профильные. Это маркетинг, маркетинг-менеджмент, это экономические дисциплины, которые нас интересуют. И мы будем учитывать вашу успеваемость, как в целом, средний балл по бакалавриату, так и, конечно, профильные предметы. Есть ли шанс поступить на бюджет с непрофильной специальностей? Да, мы об этом говорили, Евгения. Есть такой шанс. Мы сейчас как раз поговорим об этом подробно в конкурсе, в рамках рассмотрения конкурса портфолио. Давайте приступим, наконец-то. Мы подошли уже, предупреждая ваш вопрос, что такое портфолио. Давайте посмотрим на критерии, что есть в каждом параметре. Вот позиция портфолио, которую вы видите. По сути, это критерии, по которым мы будем отбирать со студентов. И, в общем-то, для нас очень интересует базовое образование. И здесь будет дифференцированная шкала. Конечно, нас интересуют представители крупных вузов, крупных федеральных вузов. И здесь баллы будут выше. Если вы представляете региональный вуз или менее известный вуз, у вас есть тоже все шансы поступить с некоторыми оговорками. Вам необходимо будет иметь дополнительное образование, если у вас непрофильный бакалавриат. То есть у вас нужно иметь сертификаты по курсам, дисциплинам, которые вы проходили в любом режиме. Онлайн, оффлайн, будь то Coursera или национальная платформа открытое образование, где много очень разных курсов экономической направленности, менеджериальной и маркетинговой. И в этом случае, конечно, будет отдельно это отмечено. И это очень важно, что если у вас непрофильный бакалавриат, вы образовываетесь, вы стремитесь образовываться в области маркетинга, вы сделаете какие-то шаги, и у вас найдет зачет обязательного образования. Вне зависимости, повторяя, от того, что вы не профильные, обязательно представляете, из-за чего это делается. Если даже не профильный бакалавриат, мы смотрим, как вы в научной плоскости работаете, как методически выстраиваете свои мысли, то есть каким образом вы работаете с методическим опытом, с методологическим, как представлены основные блоки, вы визуализируете равные составляющие, это, пожалуй, единственная важность вашего ВКР и его по вашему научному потенциалу. От области, если даже смежная дисциплина, даже если это работа в области ядерники специалистов, это очень важная составляющая. Но у нас есть также вход, да, в основном, если информация о том, это очень важный центр. Это очень важное сношение, я думаю, насколько... trying to continue. Для чего это все? Продолжение следует... Очень важно, как это онлайн или очное, но оно должно быть, если у вас непрофильный говорят. Научно-исследовательские достижения мы очень ценим, если они у вас есть, и это очень весомая часть портфолио. Что здесь включается? Это участие в конференциях, участие в различных научных мероприятиях. Это статьи академические, неважно в каком журнале, это могут быть ваковские, не ваковские публикации, но в любом случае очень важно, чтобы они у вас были. И это очень весомый такой вклад в ваше портфолио. Следующий критерий – профессиональные достижения. Мы учитываем здесь достижения в области маркетинга и смежных направлений, менеджмент, продажи тоже будут учитываться, но приоритете у нас, конечно, маркетинг. И мотивационное письмо, рекомендательные письма, сразу скажу, что не нужно писать мелким почерком до 10 страниц текста, мотивационное письмо должно быть лаконичным, количество знаков указано в документе. И рекомендательные письма, ну, желательно, чтобы было 2-3, не нужно больше, ну, желательно, чтобы было не меньше. Еще раз повторюсь, что подробно вы сможете познакомиться в документе. Я вот по этой части готова ответить на ваши вопросы и хотела бы, чтобы у вас была возможность пообщаться с нашими студентами. Осталось совсем немного времени. Жду ваши вопросы. Вы пока пишите, кто готов. Давайте, Лена, девушку пропустим? Отлично. Я вообще представляю Елену Попову, студентка второго курса магистратуры. Выпускается Елена в этом году, вот уже сейчас готовится к предзащите и защитам своей магистратурской диссертации. Елена расскажет про свою траекторию поступления. Вообще очень разные случаи, и хорошо, что сейчас в студии 2 студента совершенно с разными траекториями поступления, и как раз вы можете задать вопросы по поступлению, по обучению, но с учетом той оговорки, что у нас в этом году новый опыт с вами будет, у нас будет конкурс-портфолио. Я еще не прощаюсь с вами, но уступаю вместо Елене. Ребята, всем привет. Надеюсь, меня нормально слышно. Давайте сделаем так, вы параллели пишите какие-то вопросы, которые у вас точно есть, я уверена. Я буду рассказывать про свой личный опыт. Во-первых, я поступала в 2017 году и поступала я по Олимпиаде, поэтому я немножко расскажу про опыт Олимпиадных работ. Я писала в Ушкинскую Олимпиаду, которая проходит для студентов и выпускников. Поучаствовать не могут, насколько я помню, любой желающий из любого вуза. Я вам советую никогда не бояться в ней поучаствовать, потому что действительно шанс поступить есть. И единственное, что каждый год обязательно смотрите, какой был проходной балл и кого брали. Только в виде помады первой степени или первой, второй, потому что вот когда я поступала, была только первая степень, а вот в 2018 году уже принимали первую, вторую. Поэтому обязательно мониторите сайт. У Ушкин всегда очень подробно все на сайтах расписано, в том числе и по Олимпиаде. Там выкладывают задания предыдущего года, там выкладывают ответы предыдущего года, то есть то, что писали непосредственно прошлые участники. Поэтому материалов для подготовки очень много. И, конечно, не забывайте, в частности по маркетингу, смотреть какие-то профильные журналы и готовятся обязательно не только по базовым учебникам, но и по современным источникам, современным журналам и будьте в курсе современных трендов. Я сама закончила бакалавриат Вышкин. У меня было направление государства в муниципальное управление. Это не совсем профильный предмет был при поступлении. Часть дополнительных курсов я проходила, адаптационных, часть меня зачли. Но, в принципе, могу сказать, что адаптация на новом фокусете прошла успешно. Я знаю, что много очень вопросов по поводу совмещения работы и учебы. Ребята, это Ваш выбор, но действительно, на первом курсе будет очень-очень плотная программа. Вам придется выполнять очень много проектов, и они будут очень часто параллельны. Так что расставьте приоритеты, посмотрите, что важнее, где Вам это важно. И в данном случае иногда где-то в пользу учебы лучше выбрать, нежели в пользу работы. И если Вы идете на маркетинг, не зная, куда Вы хотите дальше, в какую отрасль, в какую сферу, чем конкретно заниматься, у Вас будет шанс, во-первых, определиться, потому что мы изучали, изучаем разные рынки, разные компании, работаем с совершенно разными инструментами. То есть у Вас выбор огромный. Если Вы точно знаете, чего Вы хотите, то, опять же, преподаватели на нашем факультете всегда Вам помогут найти применение Вашим талантам, найти Вашим встреблением, помогут и подскажут, куда Вам обратиться, как Вам обратиться, в каких Вы лучше проектах поучаствовать. В Вышке огромное количество практических занятий и огромное количество проектов выполняется, в том числе с Вашими потенциальными работодателями. Вы, например, с Unilever работали, с Henkel, ребята со стратегического маркетинга работали с Google. То есть по окончанию магистратуры у Вас будет, если у Вас нет опыта работы, например, у Вас будет опыт выполнения каких-то реальных проектов, которые компания приходит к нам, к студентам со своими проблемами и предлагает нам их как-то придумать, как их решить. То есть Вы поступаете сюда, Вы набираетесь опыта выполнения реальных задач, а не просто только изучаете теорию. Вы можете освоить разные инструменты и Вы можете найти ту сферу деятельности, которая Вам будет по душе. Если у Вас какие-то вопросы, может быть, я Вам чем-то смогу помочь, подсказать или уступить коллеге место. Разделение на стратегический маркетинг и маркетинг фирмы у нас было. Это просто две разные группы, и мы записывались в две разные группы. Кто хотел в одну, кто хотел в другую. То есть это было по желанию. Сейчас, в этом году, как будто я не знаю, правила поступления меняются. Тут Вам придется уже смотреть информацию на сайте, плюс Вам обязательно еще несколько раз расскажут, и Вы ничего этого не упустите. Вот. Я думаю, что уступлю коллеге место. Спасибо большое. Спасибо. Я с радостью представляю. Давайте я отвечу быстренько на вопрос, который был. Действительно, когда Елена поступала, еще были кафедральные разделения, и было две группы именно тематические, кафедральные. Сейчас это совершенно не так. Я уже сказала, что у нас абсолютно общая программа, у нас общие сквозны все дисциплины, включая научно-исследовательские семинары и всю работу проектную, и поэтому Вы выбираете свою специализацию и преподавателю, который Вы будете писать, а он, в общем-то, привязан к какой-то кафедре. Но в остальном у Вас абсолютно одинаковая история, такая общая, и вот как раз можно об этом спросить и Артема. Хочу представить Синицкого Артема, студент первого курса магистратуры. Всем привет. Да, я могу подвинуться. Да, давайте вместе в кадре будем. Артем, в общем-то, мы немножко расскажем про Вас. Забыла сказать про зимнюю школу, увидела Артема, вспомнила опыт зимнюю школу. У нас первый раз в этом году мы проводили зимнюю школу, спустя долгий такой интервал временной. Хорошо, хорошо. Как семья. Мы на маркетинге все семья. И получается, это такой интересный очень опыт, и наши студенты участвовали в качестве таких тьютеров. Они сопровождали работу абитуриентов на зимней школе, и было очень живо. Нам всем очень понравилось, и мы хотим повторить этот опыт. Только лучше, естественно. Только еще лучше, да. За городом. Да. Сейчас пожелание есть сделать это за городом, потому что у нас в Моносницкой в Москве проводили зимнюю школу. Это было два таких очень активных, интересных дня. Первый был константный день, а второе, собственно говоря, решение кейса от компании L'Oréal. И победители получают преференции, победители зимней школы. И вот, в общем-то, Артем участвовал. Очень активно спасибо вам за это еще раз. Спасибо, что позвали. Да, да. И, как раз, Артем поверится своим опытом в поступлении, обучении. Да. Всем привет, еще раз представлюсь. Меня зовут Артем. Я иностранец, и, соответственно, поступал по квоте, когда есть такая замечательная возможность. Что такое квота? Это места госзаказа для иностранцев, потому что вышка участвует в программе 5100, и это, безусловно, дает им очень большое конкурентное преимущество на фоне других футов. Вот. По сути, это тоже конкурс-портфолио. Эссе, аттестат, диплом, выпускная, коллекционная работа. Вот. Но вышка заинтересована в том, чтобы удерживать своих, поэтому, возможно, вышки там немножко легче будет. Но в целом все заключается на портфолио. То есть, если по квоте уже давно было портфолио, то сейчас все активно переходят на портфолио, даже вступительные экзамены уже по портфолио. И когда открыли конкурс, я понял, что мне нужно было там усилить тоже резюме, например, и я пошел усердно работать, чтобы повысить свои шансы. В целом, по квоте, со своего опыта рассказываю, и с коллегами, которые тоже посадили по квоте, важно показать, насколько ты крутой. То есть, то, что ты действительно вкладываешь себя в обучение и помогаешь как-то поддерживать студенческую жизнь университета и в целом развиваться ему как такая экосистема. Потому что вышка дает очень много возможностей, и глупо было бы ими не пользоваться. На минуточку порядка 90, по-моему, судорганизаций, 80-90 судорганизаций вышки. И, ну, я футболист и самая большая студенческая лига в России. Я не мог этого не похвастаться. Вот, если у вас какие-то вопросы, я просто могу много говорить, я очень люблю вышку, маркетинг, сначала лагируем. Извините. Вот, если какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Смотрите, ну, да, Артем умеет очень харизматично подавать информацию, рассказывать, но могу сказать, что очень важно, конечно, все ваши достижения внутри университета, но если вы не из вышки, в любом случае все ваши достижения студенческие, особенно научно-исследовательские, повторюсь, и по иностранец, и идете по квоте, и регистрируете в отдельном кабинете для иностранца, и если вы по общему конкурсу-портфолио, это самый весомый, да, у нас, вот, как бы, критерий, и видите, уже 35% из 100 занимает этот критерий, поэтому это важно. Вы скажите, как вообще маркетинг изменил вашу жизнь, как вообще вы планируете дальше? Жизнь изменил. Ну, жизнь изменил, да, может быть, и так. Может, что вы планируете? Ну, в моей, как изменил жизнь, он добавил очень много качественных контактов, я не перестану вам стить в этом вебинаре. На самом деле, не стоит, я повышаю ваш профессиональный бренд. Хорошо, тогда свой буду повышать профессиональный бренд. Ладно, кроме шуток, здесь на маркетинге такие люди, вот, я не зря сказал, что мы сия, потому что маркетологи в целом очень неформальные люди, которые готовы всегда поддержать и, как бы, не загонять в себя вот эти вот рамки общества. Все ради креатива и, не знаю, синергического эффекта, например. Вот, когда я поступил, я, во-первых, был удивлен, что, по-моему, довольно высокая конверсия была в вышкинце, но при этом, сколько, порядка 70%, да, 68% мы говорили, да, не из вышки поступило. Да, я что-то читал, потому что 60 человек, 20 человек, да, где-то вот, где-то там, ну, в общем, много неизвышки, то есть шансы у вас достаточно высокие. Я слышал, что здесь много неизвышки. Вот, соответственно, почему я пошел на маркетинг, зачем, точнее, я пошел на маркетинг, потому что, чтобы вообще приобрести эту базу и понять, как вообще выстраивать проект любой, выстраивать продукт, и, ну, я нацелен на бизнес, поэтому, как выстраивать бизнес таким образом, чтобы он выстрел, как говорят, чтобы залетел стартап, да, потому что без маркетинга сейчас никуда, слишком много всего, люди понимают, что от них хотят только деньги, а вот как скоммуницировать так, чтобы они принесли именно вам деньги, в этом заключается маркетинг. Это свои ценности, больше на большей части, для потребителей. Естественно, естественно. Ну, да, ну... Только не принесли про деньги, да? Ну, конечно. Как достичь win-win с точки зрения бизнеса и с точки зрения рынка? Вот. В России что было самое сложное? Самое сложное? Да. Ну, является, на самом деле, темп. Я первый год обучил. Вот я, да, вот я сидел, думал, на что обратить внимание, это вообще бешеный темп, абсолютно, абсолютно крутой. То есть я четыре года проучился в вышке, и я ничего не должен было, по идее, удивить, но меня это очень удивило первый семестр, ну и сейчас продолжается, очень большой темп, очень много проектов, и это круто, потому что ты прям вот за счет вот этой вот предельной массы ты чувствуешь, как ты прокачиваешься и как ты становишься лучше. Помимо этого, прям, не раз говорили, и я тоже не устану об этом повторять, о том, что там 99% преподавателей это практиками, и это действительно очень круто, потому что, во-первых, вам рассказывают не только про Котлера, кстати, про Котлера ничего не говорили, это очень хорошо, я считаю, это очень хороший знак, потому что, и когда будете поступать, вы хотя бы почитайте, кто это. Я не читал. Шучу, 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 конечно же шучу. На этом закончился полет. Вот, практики, которые позволяют не только вот на теории рассказать про спрос и предложения, а также реально, на реальных кейсах показать, что не все так, как на самом деле, и у вас начинается складываться пазл, как происходит в всем, я вижу вопрос, как происходит в реальной жизни. Я не говорю, что он плох, это просто настолько уже само собой разумеющееся, что на этом можно не акцентировать особого внимания, потому что у меня есть знакомые из других вузов в магистратуре, и там действительно люди просто вычитывают Котлера, но на самом деле сейчас как бы очень далеко ушел маркетинг, и вышка уже переросла Котлера, условно говоря, и она уже преподает маркетинг на основе искусственного интеллекта, нейромаркетинг, диджитал маркетинг и так далее и тому подобное. То, что действительно сейчас нужно, и то, что востребовано. Ни в коем случае не умоляю за слуги. За слуги мэтра и так далее. Смотрите, ну это база. В любом случае мы бы хотели, чтобы мы все были в рамках этой базы, и те, кто вдруг не читал Котлера, все-таки прочитал бы его. Потому что, конечно, это мастхеф, это в любом случае база, которая нужна любому маркетологу. Но мы здесь про другое. Чем отличается от главы магистратуры? Кстати, вот хотел бы узнать ваш опыт, Артем, можете сказать? Вот у вас был профильный бакалавриат. У меня было управление проектами, да. Управление проектами, но это платит менеджмент. В любом случае, каким образом, какая преемственность? Были какие-то курсы, которые вам были знакомы в магистратуре? Или это был совсем другой отличный опыт от бакалавриата? Ну, да, и в силу моей специализации я соприкасался с всем же маркетингом, но это был какой-то общий. Да, и сколько бы люди ни говорили, да мы это все знаем, на самом деле ты можешь получить достаточно большое количество новой информации, потому что знать все невозможно. Главное, главное иметь желание. И поэтому, да, я что-то знал. Ответ такой, да, я что-то знал, но при этом я достаточно много вынес для себя нового и, ну, даже, наверное, побольше чаще за счет того, что преподают практики. Были прикладные. Да, то есть я получил какие-то инсайты, инсайты, которые я не мог получить, не знаю, бакалавриат, потому что там больше всего терять, например. Ну, условно, да. А последними моими проектами. Вот. Что-то у вас попросит совета. Что посетите почитать? Я в последнее время продвигаю книгу «Мозг-инструкция по применению». Абсолютно великолепная книга, которая позволяет понять, как вообще устроен мозг, физикопроцессы. У нас вообще увлечение нейромаркетинга. Да, да, да. Лихорадка на эту тему, поэтому... Ну, это, кстати, на самом деле для любого менеджера, я считаю, что нужно прочитать, потому что она апеллирует не к понятиям «думайте позитивно», и все будет хорошо. Она апеллирует именно к биологии. И написано таким образом, что ты понимаешь, как это работает и как применить в своей жизни. Но это, если конкретно про маркетинг, стратегия «Голубого океана» обязательно к прочтению. Наверное, это, не побоюсь этого слова, попса, но в целом тоже прям очень полезный инструмент там вписывается. Стратегия тоже нужна, стратегия хорошая. От нуля к единице. Автобиография Бенджамина Франкова. Так, я думаю, что на этой радостной ноте мы вот презентацию, онлайн-презентацию Артема завершим. Ну, да, хорошо. Я как бы... А вы синицкие в социальных сетях? Пишите вопросы, ответы. Я этого ожидала. Да, что закончится. Продвижение личного бренда. Итак, давайте вопросы еще ответить, и мы с вами расстаемся сегодня. Каковы шансы у человека, который учился на противоположном направлении? Что такое противоположное направление, непонятно. Если у вас непрофильный бакалавриат, но вы повышаете свою квалификацию, у вас есть дополнительные, в рамках дополнительного образования пройденные курсы, например, по маркетингу, менеджменту, продажам, и вы это предоставляете в рамках своего портфолио, если у вас есть научные достижения, а это идет как вот вклад специально на стайле с весом большим, 35, да, из 100, то, конечно, это будет учитываться, и это очень здорово, это большой вклад. Поэтому, если у вас непрофильный бакалавриат, но вы работаете над тем, чтобы повышать свою квалификацию в маркетинге, все получится обязательно. Что из себя представляет портфолио? Ну, Виктория, мы это уже прошли, да, и у вас будет возможность посмотреть записи, я постаряться не буду. Критерии вы видите перед собой в презентации, опять 5 базовых критерий в рамках конкурса портфолио. Самое важное – это базовое образование, которое у вас есть, научные и статистические достижения, и дальше идут, собственно говоря, профессиональные достижения, дополнительные образования очень важны, если не профильный бакалавриат. В любом случае у вас будут адаптационные дисциплины, и вы будете максимально возможным образом выровнены все для того, чтобы продолжать обучаться по нашей программе. Коллеги, очень рада была с вами пообщаться, спасибо нашим студентам, что были с нами, да, и Елене, и Артему. Благодарю, пожалуйста, если у вас какие-то остались вопросы, можно еще секундочку буквально, я вот контакты, может, кто-то фотографирует, или... Есть почта моя, есть почта менеджера программы, Плужникова Ирина Геннадьевна, есть вот контакт, заместитель декана по работе с сопоставниками, сайт приемной комиссии, это, возможно, все, что вам потребуется сейчас для изучения, подготовки, и поэтому всегда буду рада ответить на все ваши вопросы, вы можете ознакомиться, посмотреть то, что не услышали, не увидели, и задать вопросы как мне, так и учебному офису. Да, спасибо большое за внимание, и надеюсь, что отвечено на нашей программе. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok